Эр-эц Исраэль, Эр-эц Исраэль, Ты моя, моя земля, и Ты святая цель. Эр-эц Исраэль, Эр-эц Исраэль, Ты моя, моя земля, и Ты святая цель. Без веры некуда идти Без веры нет в нас пути Без веры некуда идти Без веры нет в нас пути Без веры некуда идти Без веры нет в нас пути Без веры некуда идти Без веры нет в нас пути Без веры нет в нас пути Без веры нет в нас пути мир. Мир в другом измерении, тысячелетней традиции. Уникальность этой Ишивы в том, что она была первой созданной энтузиастами-ортодоксами для выходцев из бывшего Советского Союза. Много десятилетий назад мой отец, который жил в России, пережил погромы и даже получил сильный удар камнем по голове. Как же я могу не помогать евреям из России? Конечно, русский еврей верующий и коренной израильтянин отличаются друг от друга. Но я прожил жизнь, чтобы уметь работать и общаться с людьми. Среди тех, кто вернулся к Тареи, изучая это сегодня в Иерусалиме, есть и совсем молодые, и умудренные жизненным опытом люди. Смотрите, сколько книжек на полках, и в каждой книжке написано что-то интересное. Пока их не прочтешь, нельзя сказать, что выполнил задачу жизни. А в чем задача жизни? Понять, как мир устроен, как управляется, какие законы у него. Потому что люди прыгают, бегают и не понимают, что они делают и к чему это приводит, в конце концов. Таре дает нам инструменты, чтобы понять, как правильно построить жизнь. Чтобы не было ошибок, в конце концов, чтобы не было разводов и дети не уходили на сторону, чтобы была семья. И в конце жизни человек был нахот рук, тоже называется на еврейском. Душа была спокойна. Они были разбитые килим. Инструменты, когда человек в конце жизни оказывается у разбитого корыта, это очень страшно. Оказывается, что он строил жизнь неправильно, пришел к финалу очень плохого. Тара дает нам инструменты, как построить жизнь правильно, чтобы не ошибаться. Только для евреев? Она, наверное, для всего мира, есть законы для всего мира тоже. Есть люди, которым нравится делать то, что они хотят. Есть люди, которым делаются поступать правильно. Например, даже в нелегиозной жизни. Есть люди, которым нравится украсть кошелек, и они себя чувствуют довольными. Есть люди, которым нравится то, что они честные и не воруют кошелек. То же самое с человеком, который лелигиозный. Когда человек понимает, что мир немножко сложнее, чем, как видите, на первый взгляд. Понимает, что есть какие-то законы этого мира. Соответственно, человек нравится, когда он делает правильно, подстраивает себя по законам этого мира. Молодые учат Тару, учатся на лекторов и даже на раввинов. В общем-то, для этого учатся максимум времени, которое возможно. Потому что вначале человек получает какие-то минимальные знания. После этого он получает удостоверение, диплом. И после этого нужно продолжать, пока он не почувствует себя профессионалом в этой опыте. А почему вы, ну вот, решили выбрать этот путь? Потому что это мне нравится. И все. Думаю, что это многое. Нет? В свое время Рувин Пятигорский закончил московский физтех. Затем институт кинематографии, в ГИК. Нет такого мира, где живут одни физики. Нет такого мира, где живут одни сценаристы или режиссеры. Это мир людей. Тора дана для людей. А поэтому любая специальность может привести к тому, что человек в наставе только одной этой специальности претектории. Тора охватывает все. Так я думаю. Но не отвлекает это разве, ну, например, в свое время от математики, физики, от кино? Отвлекает. И здорово отвлекает. Все дело в том, что человека привлекает в физике, математике и кино. Если только специальность наука, достижение каких-то знаний, то, может быть, и не отвлекает. Но если он хочет реализовать себя полностью только в науке, то, конечно, любая вещь, не только Тора, любая вещь его будет отвлекать от этого. А уж от кино тем более. Кино, если оно связано с Торой, только привлекает. Кино, которое связано с получением удовольствия, получением славы, получением денег. Конечно же, это кино отвлекает от Тора. А Тора совершенно не согласуется с этим кино. А Тора дает наслаждение жизни? Наслаждение от жизни – это отдельная тема, очень большая. От жизни вообще нужно получать удовольствие. Жизнь – это удовольствие. Если мы понимаем, что это такое. Удовольствие получить сейчас, вот сейчас, в эту секунду – это одно. А получить удовольствие от жизни – это совсем другое. Бывает, что человек занят серьезными вещами. Ему трудно жить. Он чего-то добивается. А потом он глянется назад и скажет, как хорошо я прожил, как достойно и счастье я прожил. И наоборот, человек получает удовольствие сейчас, в эту секунду. А потом утром встает с похмельной головой. Извините, это образ. Эти люди изучают Тору годами и даже десятилетиями. Все эти книги – вековая еврейская традиция. Напоминаю, что мы с вами в Ешиве-Швутаме. Это первая в Иерусалиме русскоязычная, можно сказать, Ешива. И самая большая. В подобного рода зданиях, учебных заведениях положено в обязательном порядке носить либо кипу, либо какой-нибудь головной убор. Иначе нельзя. Мы сейчас находимся в библиотеке. Здесь всего чуть более двух тысяч томов религиозной литературы. Надо сказать, что в чисто, если можно так вылиться, израильских евреитоязычных Ешивах библиотеки насчитывают десятки тысяч томов. Характерно, что каждая Ешива, которых в Иерусалиме сотни, имеет свою индивидуальную программу, но общее целое. Наши мудрецы подавляют любую тему в Торе, как большой куча орехов. Когда человек берет один орех, то сразу же все орехи, они тянутся друг за другом. То же самое, когда человек начинает какую-то одну тему, то сразу же у него есть... Значит, она связывается с разными другими местами, поэтому приходится открывать новые книги. И начиная читать какую-то книжку, он сразу же, может быть, через минуту пойти открыть другую, посмотреть в одном месте, потом посмотреть в другом месте. А почему нет светских книг? Почему нет светских книг? Нет необходимости? Как бы каждый для конкретной учебы, в этом нет необходимости. Допустим, если человек хочет посмотреть, познакомиться с другими материалами, то он может пойти в библиотеку, которая находится в другом месте. Это не запрещено? Конечно, было да. На самом деле, очень часто мы пользуемся материалами, которые, скажем... Скажем, есть ли для изучения Тора нам необходимы какие-то там... Какие-то книги из других библиотек, исторические книги, философские. Есть различные научные книги, которые необходимы здесь. Много разделов в Талмуде, которые невозможно понять без того, чтобы не быть знакомым с основами физики, биологии. А художественная литература какая-нибудь? Художественная литература... Тушкина, если хотите. Она не относится к учебному процессу, если человек в свободное время, он хочет почитать что-то для души. И так в Барухашем здесь есть... На каждом углу в Иерусалиме есть магазины, есть библиотеки, есть быводай. В расчете на помощь тем, кто возвращается к вере и находится в духовном поиске, они выпускают и книги, и ежемесячный журнал на русском языке. Мы нашли еще там, в России. Мы вернулись к соблюдению еще в России, слава Богу. И поэтому мы сюда уже ехали немножко уже с каким-то багажом. С каким-то багажом не только, но с багажом таким духовным, рухани, что-то такое. По счастью мы нашли еще там, в России. Это было хорошо. Это было полезно нам потом, когда мы сюда приехали. Мы понимали, куда мы приехали, зачем мы приехали. А что, верующему легче жить в этом мире? Или тяжелее? Не знаю, что легче или тяжелее. Вопрос только в том, что есть проблемы все равно. Мне говорили, что человек, который знает ТОР, у него нет проблем. Но есть знание о ключах, скажем, от этих проблем. Есть знание, где ключи лежат и как к ним подобраться. Это знание приходит. Дальше все равно это работа. В этом мире все такая работа, работа, как вы на работе. Так любой человек на работе, он что-то пытается сделать. Но есть какое-то знание вообще о общем проекте, о том, куда все это плывет, течет. И ты начинаешь понимать, где твое место здесь. Где? Это очень важно. Но очевидно, место среди тех евреев, которые стараются понять свое еврейство, свои корни, свои истоки. И на основе этих истоков и корней построить это, вырасти это самое дерево. Вот дерево, которое начало расти, слава богу, 3000 лет тому назад. Мы все в ответе за это дерево, и сегодня больше, чем когда-либо, потому что наше поколение, такие испытания были, катастрофы, 6 миллионов ушло. Надо потихонечку все это возвращать, это дерево беречь, холить, лелеять. На каждом из нас колоссальная ответственность. Эти люди не перестают читать Тару и святые книги и спорить даже во время обеда. Скажите, а что, даже за обедом вы не оставляете книгу, что ли? Мы стараемся, потому что написано, что надо как бы освещать трапезу словами Тора, и наоборот, написано, что тот, кто не говорит за столом слова Тора, это очень, написаны про него очень нехорошие вещи. Так что они отвлекают от еды-то? Наоборот, это как бы мы учимся и в процессе мы еще едим. Вот так вот? Это называется хорошо устроили, спасли. Да. Скажите, а вот то, что вы занимаетесь все время в Ешиве, каждый день, и все время Тора или, ну скажем так, литература определенная, это не надоедает? Один нерелигиозный ехал там в трамвай, и рядом сидел нерелигиозный, читал свою историческую литературу, нерелигиозный читал газету. И со злостью ее скомкал, выкинул, говорит, как это надоело, каждый день одно и то же. А этот религиозный он сидит и читает то, что уже 3000 лет подряд читают, каждый день одно и то же, действительно, и читают ее с тем же самым интересом. Проходя по этой древней улице Старого Иерусалима, трудно представить себе, какая бурная жизнь кипит за этими каменными стенами. Раби, когда вас в свое время коммунисты посадили за веру, еврейскую веру, а потом вы приехали сюда, в Израиль, вы ни в чем не разочаровались? Или человеку верующего такие политические, светские, бытовые моменты не принципиальны? Принципиальны. Я ехал в советский Израиль. Когда приехали? Да. Я знал это, но я приехал домой. И я уверен, что гомосоветикус, из которых нас сделали, это поправимо. Я ремонтировал локаторы среди этих рыболовных траулеров в Клапецко-морском районном порту. А сейчас Швутами пытается вырастить людей, которые хотят исправить себя в первую очередь. И исправить своих собратьев, которые были лишены этой мудрости, этой цельности. И участвовать в исправлении всего мира. Сегодня они уповают больше на поддержку США, Великобритании и бывшего Советского Союза. Но людей, живущих там. Но зато они независимы. И даже проводят дистанционные уроки-семинары обучения тары через интернет. Те, кто здесь занимается или располагается в небольшом общежитии для приезжих, живут, и это видно, очень небогато. Но жизнью они довольны, и менять ее не собираются. Нашел счастье. Это счастье. Читар, это счастье. Почему? Почему? Ну, счастье – это вещь, которую не объяснишь. Во-первых, это я чувствую себя счастливым. И могу сделать счастливым других. Это я вижу. Во-вторых, сколько человеческого разума домов понять. Я нашел смысл в своей жизни. Вам легко жить? Или это не соотносится к понятию смыслом? Легко. С радостью. Хорошо. Просто хорошо жить. Просто счастливый человек. Вы сказали, что вы чувствуете себя счастливым. Разве может быть счастливым человек, пока он живет? Может, безусловно. Среди этих людей есть свои умельцы, художники и писатели, и даже поэты-барды. Без веры некуда идти. Без веры нет в наш пути. Без веры некуда идти. Без веры нет в наш пути. Без веры некуда идти. Без веры нет в наш пути. Без веры нет в наш пути. Хаим, вот я смотрю, что в принципе и иудеи, и христиане, и мусульмане, все говорят плюс-минус одно и то же. Что без веры некуда идти. Без веры нет в наш пути, как вы поете свои песни. А как посмотришь по сторонам, куда катится этот мир? Вера, да. Вера у всех одна. Но пути к нему не разные. И есть вера, которую придумывают люди. Есть вера, которую дал нам Сам Всевышний. Мы, евреи, верим в то, что он нам эту веру дал нам Сам Всевышний. Поэтому пусть мусульмане верят в то, что они хотят, пусть христиане верят в то, что они хотят. Мы, евреи, верим в то, что мы на правильном пути. Ради Бога я умру. Ради Бога я воскресну. Ради Бога я беру наслаждение свет небесный. Ради Бога, скажите, Ради Бога, а какое же наслаждение, когда я смотрю вот так со стороны, если видеть жизнь верующего еврея, она такая, раз там более 600 заповедей запретительных. Почему Бог требует так много запретов, вместо того, чтобы вообще все разрешить? Вот все разрешил бы, вот тогда я понимаю нормальная жизнь. Вы сказали, что запретов на самом деле всего 248, но в принципе вы правы. Дело в том, что помимо запретов, которые существуют, есть столько много разрешенного, что эти запреты они только дают вам рамки, в которых вы можете жить. Но в этих храмах есть очень много вещей, которые разрешены. Например, в субботу все говорят, нельзя ехать, нельзя там на море пойти. В субботу это огромное наслаждение. И молитва субботная, и дом субботный, и еда субботная, и ночь субботная, и дети субботные, и жена, и все, и гости, атмосфера. А вот только запреты, запреты. Нет, тут еще много-много вещей, которые на самом деле, тут очень много наслаждений. Да и вообще, и учеба, и друзья, атмосфера, это все знают очень большую территорию для того, чтобы человек мог реализовать себя, почувствовать себя настоящим человеком и жить в свое удовольствие. Любой верующий еврей, живущий в Израиле, знает, что здесь не говорят, я еду в Иерусалим. Верующие обычно говорят, я поднимаюсь в Иерусалим. И это не только в географическом, разумеется, смысле слова. Это как бы человек поднимается к чему-то высшему, духовному. Вы обратили внимание, сколько я здесь в этой ешиве русскоязычной, повторяю, первой в Иерусалиме, встретил людей, которые совершенно искренне назвали себя счастливыми. Вот после этой встречи, после этих съемок, я даже, честно говоря, поймал себя на мысли, может быть, и мне здесь читать какие-то другие книги, чем те, которые я читал или читаю сегодня, чтобы стать счастливым. С вами был Александр Ступников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова